Всем привет! Меня зовут Таня, я рассказываю самое интересное про инвеграцию в Латинской Америке, ну и не только. Сегодня будет, так сказать, рубрика «Вопрос-ответ». Мне пришел ответ «Расскажите, пожалуйста, про Чили». Когда-то в далеком 2011 году, в конце этого года, я уехала в Чили в отпуск. У меня не было ни планов, ни действий, у меня не было языка. Я уехала в отпуск и решила оттуда не возвращаться. Так я там и осталась. Поэтому, так сказать, в память об этой стране я решила, так сказать, ответить на этот вопрос и немножечко рассказать об этой стране. В Чили я прожила примерно около четырех лет. Я там получила постоянное место жительства, много где работала, и мне есть что рассказать об этой стране. Чили – это страна в Латинской Америке с достаточно развивающейся хорошо экономикой. На март 2021 года инфляция составила 2,9%. Для сравнения, один литр бензина стоил 1 доллар 9 центов. С севера на юг встречается семь климатических потипов. Начинаем на севере с пустыни и на юге заканчиваем альпийской тундрой, а на востоке ледниками. Чили – это сесническая зона. Землетрясения там довольно-таки явления часто. Я, честно сказать, так к этому не привыкла. Для начала для меня любые толчки подземные были землетрясениями, но потом мне объяснили, когда тряхануло, ты испугалась, но оно уже закончилось, то это не землетрясение, это просто толчок. А землетрясение – это уже когда будет немножечко подольше, и так вот трясти будет минуты-две. В любом случае, я к этому так и не смогла привыкнуть. Местные жители на это не реагируют. Последний раз я там была примерно в 2005 году. Было землетрясение в 8,5 баллов, кажется. Тогда я так здорово испугалась, и даже такие толчки дошли до Аргентины. Самое страшное в этих землетрясениях, что потом, примерно около месяца, будут реплики каждую ночь. Как правило, вообще, я заметила, очень редко, когда были толчки днем, как правило, это все было летом и ночью. Собственно, самое неприятное. Ты просыпаешься от того, что у тебя кресется кровать, все дребезжит, все шевелится, ты не знаешь, что с этим делать. А чилийцы, они спят и ухом не ведут. Ну, они к этому привыкли. Опять-таки, надо узнать, что в Чили считается самым лучшим сейсмически построенным зданием во всем мире. Так что, где-то примерно до 9-9,5 баллов все новые постройки, они выдержат. Но это осознание, честно скажу, оно не спасает все равно достаточно страшного. Я вот даже на моем личном примере, после последнего изнутри 75 в этом году, я себе заработала панические атаки. Я сейчас от них уже избавилась, конечно, но после этого, каждый раз, когда я находилась на поверхности, которые начинают вот так вот шевелиться подо мной, у меня начинались панические атаки, начинало задыхаться. То есть я сначала даже не понимала откуда-то, потом я вспомнила, что это было после землетрясения. Потому что после этого еще каждую ночь были реплики, я вот так вот скакивала, просыпалась, и меня это немножечко добило. То есть неподготовленным людям будет, наверное, непривычно и страшно, но многие к этому привыкают. Дальше. Температура. Здесь сразу говорю, я не буду говорить про все Чили, потому что с севера на юг совершенно разные климатические зоны. Я сейчас вам скажу про Сантьяго. Значит, зимой холодно, летом жарко. Зимой это примерно 0-10 градусов, это достаточная влажность. Летом сухо и, ну, около 30 градусов. Летом дождей нету, зимой дожди есть. Когда начинается дождь, тогда, значит, будет холодно. Опять-таки учитываем, что Сантьяго находится между гор, в низине. Соответственно, очень много смога. Это минус такой большой, когда поднимаешься высоко в горы, ты прямо находишься выше этого уровня смога. И очень сильные перепады температуры днем и ночью. Примерно будет разница где-то в 15 градусов. Поэтому, если днем будет, летом достаточно жарко, то вечером нужно будет накинуть какую-то кофточку. Ощущение стабильности, как я говорила, экономика развивается. Я, конечно, не сравниваю со странами, не говорю, что это, ах, какая шикарная экономика. Это не Новая Зеландия и не Австралия. Но по сравнению с другими странами Латинской Америки, особенно по сравнению с Аргентиной, это достаточно стабильная экономика. И она все-таки дает какое-то ощущение стабильности по сравнению с Аргентиной. Еда. В Чили, как в Аргентине, конечно, очень вкусное мясо. Стоит туда поехать. Плюс очень вкусные морепродукты. В Аргентине вы таких морепродуктов не найдете. Много рыбы и много морских гадок. Мое личное блюдо, которое я люблю, это сывичи и морские ежи. Морские ежи я видела здесь продаются в Москве, но у них почему-то добавляют желток. Нет, я, честно говоря, слабо себе представляю, как можно так и желтком есть. Туда добавляют немножко красного лука, все это в соке лайма или лимона перемешивается. И вот ест вот с таким таким замаринованным соке лимона, так сказать. И это мое любимое блюдо, я готова есть это много. И сывичи, сывичи это сырая рыба, точно так же замаринованная в соке лайма. До этого, честно скажу, я никогда не ела ни сырое мясо, ни сырую рыбу. Но когда только раз попробовала в чили, сывичи, это стало мое любимое блюдо на завтрак, обед и ужин. Я готова есть это постоянно. В Москве никогда, наверное, не решусь за отсутствием свежей рыбы. Все-таки надо быть уверенным, что морепродукты будут свежими. Люди. Люди очень добрые, очень отзывчивые, очень дружелюбные. По крайней мере, я их такими нашла. Я слышала много историй и нехороших, которые не помогали, которые были, так сказать, предательными. Конечно, нельзя, наверное, судить о каких-то отдельно взятых людях по целой нации. Это так же, как и в Москве. Но мне повезло, мне на моем пути попадались очень хорошие люди. Каждая семья, в которую я приходила, они вот так вот принимали меня с распростертыми объятиями, принимали меня как свою родную дочь. И меня всегда это немножечко шокировало, что вот незнакомые люди меня принимают в семью. И очень многие в этой стране мне помогали, что тоже меня очень сильно удивило. Поэтому у меня лично об этой стране, что касается людей и друзей, сложился очень позитивный опыт. Мне очень понравились люди там. Даже вот если рассуждать про русских, честно скажу, что вот такой помощи от русской, общины от русских людей, и как я получила там, я бы никогда в жизни не получила в России. Хотя бы только потому, что я ее здесь не получала. Действительно, мне там русские девочки очень сильно помогли, и меня это очень сильно удивило, что на самом деле русские могут так вот сплочаться. Русские общаются там группами. Ну, каждый нашел себе какую-то определенную группу, и этими группами общаются. Встречаются, собираются на праздники, семьями, так сказать. Дальше, по ценам. По ценам я снимала отдельное видео. В описании этого видео я оставлю ссылку, где я сравнивала цены Аргентины и Чили. Там вы можете примерно понять суть дела. Единственное, что скажу, обучение, медицина очень дорогие в Чили. Дальше очень характерный признак для Чили – это сильное классовое расслоение. То есть оно очень прям сильно заметно. Если в других странах классовое расслоение, оно как бы вот перемешано, бедные и богатые примерно живут в одном районе, то в Чили бедные живут чуть-чуть ниже, ниже горам, а богатые живут все, что выше горам. Эти районы разделяют, и, соответственно, район, где живут бедные, туда опасно заходить, район, где живут богатые, там более-менее безопасно. То есть примерно начиная от центра и ниже – это уже неблагополучные районы, а от центра и выше потихонечку начинает нарастать классовый слой, начинает увеличиваться, то есть начинаются быть более престижные районы. Конечно, преступность можно найти и в богатых районах, но там меньше, там более-менее безопасно. Легализация. 11 лет назад все было проще. Как сейчас будет после пандемии, трудно сказать, потому что Латинская Америка пока закрыта, и, скорее всего, после пандемии будут правила меняться. 11 лет назад, имея диплом о высшем образовании, о высшем экономическом образовании, я получила визу на год с правом работы. Через год после этой визы я получила ПМЖ. То есть только имея основание, диплом о высшем образовании, мне дали визу, и ПМЖ мне дали на основании вот этой годовалой визы. То есть тогда было просто. Как сейчас будет, никто вам сейчас сказать не может, потому что все будет меняться. Скорее всего, может быть, останется так же, но чуть-чуть где-то будет усложняться процесс. Опять-таки, когда случилась вся история с Венесуэлой, все венесуэлландцы, перуанцы тоже и боливианцы, они поехали в Аргентину и в Чили. И за счет них все иммиграционные процессы, весь процесс, он намного замедлился. Если раньше можно было на вот эти все процедуры потратить там буквально пару месяцев, то сейчас это может длиться около года примерно. Меня часто спрашивают, почему люди выбирают для иммиграции вот эти страны, как Аргентина или Чили, как можно в здравом уме выбрать такую страну? Вы знаете, ну кто-то же выбирает, значит, у них они чем-то руководствуются, значит, их чем-то привлекает эта страна. Я хочу еще раз подтвердить мысль свою. Я в моих видео никого не агитирую, я никого не прошу переехать, я просто рассказываю какую-то полезную информацию, которая вам поможет, скорее всего, когда вы приедете сюда. Нужна вам эта информация или не нужна, решать вам. Поедете вы сюда или не поедете, тоже решать вам. Я никому не советую, никого не отговариваю, никого не агитирую, я просто даю информацию для тех, кому она нужна. Многие приезжают, особенно девушки в Чили, по замужеству, скажем так, знакомиться в интернете и приезжают к мужу-чилийцу. Здесь немножко надо быть аккуратными, потому что слышала много нехороших историй, когда девчонок бросали, вот этот мужик чилийский наигрался с этой девочкой, потом он ее выкидывал на улицу, она оставалась одна на улице, без денег, без обратного билета, а вы сами понимаете, Латинская Америка – это не Европа, это билет домой стоит не 100, не 200 долларов, это почти 800 тысяч долларов в один конец. То есть историй таких было много. Ну, кто-то возвращался, кто-то справлялся с трудностями и все-таки оставался в этой стране, может быть, повторно выходили самуж, уже находили что-то обоюдное, какую-то свою настоящую любовь. Также очень многие приезжают туда по рабочему контракту, это тоже очень востребовано, ну и много таких вот, как я, приехали с бухты барахта, ничего не понимаю, просто рукой вахнули, осели, говорю, как-нибудь да прорвусь. Громыхает, сейчас будет у нас дождик. Вот, так что вот это получается, основная иммиграция девчонки приезжают, потом многие по работе, как девочки, так и мальчики, ну и кто-то просто такой же вот авантюрный приезжает или уже просто настолько все устали. Кстати, очень многие выбирают климат, поменяв климат на Чилийске, если особенно едут в районы побережья, то у многих здоровье поправляется, особенно многие приезжают с больными детьми, у которых аллергия, какая-нибудь астма или просто дети-инвалиды, то тоже приезжают сюда, в эту страну, потому что им здесь легче. Кстати, к инвалидам относится очень толерантность. Это основные такие моменты в Чили, прежде чем выбирать ту или иную страну для иммиграции, все-таки изучите ее поподробнее. Я, конечно, приехала вот так вот с бухты-барахты, но уже имея сейчас, грубо говоря, я прохожу третью иммиграцию, я бы, конечно, посоветовала вам иметь какую-то финансовую подушку. Если вы девушка, едете к мужчине, все-таки позаботьтесь о этой финансовой подушке на случай, если вдруг что-то не сложится. Я понимаю, что первые моменты – это эйфория, да у нас любовь, да будет все хорошо, но все равно все-таки нужно иногда включать голову людям и взрослым, и вы едете в неизвестную страну к неизвестному человеку. Если вы едете по контракту, то у вас, соответственно, все будет хорошо, потому что вам, как правило, будут давать квартиру, у вас будет контракт, у вас будет стабильная оплата вашего рабочего часа. Единственное, что, конечно, смотрите, чтобы контракт был легальным, осмотрите условия оплаты труда, чтобы, так сказать, не продешевиться, не променять шило на мыло. Всем остальным, которые выбрали страну, вот как я, то есть я просто желаю удачи, мне нравится эта страна, она очень интересная, особенно природа очень красивая, мясо вкусное, вино вкусное, выбирайте, изучайте подробно, изучайте каждый момент. Если вас интересует какой-то конкретный вопрос, что-то более-менее подробно, пишите в комментариях, разберем, либо пишите мне на почту, я вам отвечу, либо сниму отдельное видео с вашими вопросами. На этом все. Чао-чао, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok